Здравствуйте, я Валентин Хохлов, и мы продолжаем цикл передач в истории средних веков. В прошлый раз мы поговорили о том, как образовалось франкское королевство при Хлодвиге, и о том, как были завоеваны франками земли Галлии и часть германских земель. В 511 году Хлодвиг умирает, и его королевство разделяется между его сыновьями. У него было, к тому времени, в живых осталось 4 сына. Старший сын Теодорих, он был от принцессы репурианских франков, возможно от дочери Сегиберта Хромова. А 3 младших сына было от бургундской принцессы Клотильды, это Хладомир, Хильдеберт и Хлотарь. Королевство разделилось следующим образом. Теодориху достались земли собственно репурианских франков со столицы Кёльн, земли покоренных альманов, там были города Мец, Ворумс, западные земли Галлии с городом Реймс, а также те земли, которые под командованием Теодориха, вот его часть дружины, завоевала у Вестготов в Аквитании. Это в основном Овернь. Младшим сыновьям, да, на карте земли Теодориха закрашены зеленым цветом. Хладомиру отошли земли по обеим берегам Луары, это юг бывшей Северной Галлии и север бывшей Вестготской Аквитании. Это на карте розовый цвет. Хильдеберту достался самый север Галлии, нынешняя Нормандия, а также графство Парижа и Мена, которые на карте закрашены желтым цветом. Младшему же сыну Хлотарю отошли земли Саллических Франков, исконные земли с городом Турне, северо-восток Галлии с городом Суассон и юго-запад и юг Аквитании. Это вот Бордо, Тулуза, на карте закрашено оранжевым цветом. В принципе, братья между собой, видимо, ладили достаточно неплохо. Об этом свидетельствует, в частности, то, что столицами своих четырех королевств они избрали не исторические, в основном, центры, а города, которые находились на небольшом удалении друг от друга. Соответственно, это Реймс, Суассон, Орлеан и Париж. Значит, Хлотильда, вдова Хлодвига, около 523 года подговорила своих сыновей отомстить за родителей. А я напомню, что отец Хлотильды и ее мать, они были убиты за 30 лет до того королем Гундабадом. Гундабада к тому времени уже не было в живых, но бургундами правил его сын Сигизмунд. И вот в 523 году франки начинают войну против Бургундии, в общем-то, чтобы отомстить за родителей Хлотильды. Что интересно, что Теодорих присоединился к своим братьям, хотя он лично не имел каких-то оснований для кровной мести и даже был женат на дочери Сигизмунда. Но, тем не менее, он проявил солидарность. И франки бургундов победили. В 524 году Сигизмунд с семьей был схвачен. Бургундия была покорена. Держал Сигизмунда в заточении Хлотильды. Но интересно, что когда брат Сигизмунда возглавил сопротивление, и когда бургунды отвоевали, грубо говоря, свое королевство, вернули контроль над ним, то Сигизмунд и его семья были убиты Хлотильдом. Франки пошли опять в поход на бургундов. И тот же Хлотильд в 524 году погиб. Значит, у него остались три маленьких сына. Теодебальд, Гунтер и Хлотальд. Их сначала взяла на воспитание Клотильда. Они задержались в Париже. Но оставшиеся два сына, Хильдеберт и Хлоталь, они сказали, что это не женское дело мальчиков, чтобы воспитывала женщина. И потребовали выдать им племянников. Клотильда не спорила, выдала. Как только братья получили своих племянников, что они сделали? Они отправили очень красноречивое послание своей матери. Кинжал и ножницы. Причем это послание доставил никто иной, как Аркадий. Аркадий, знатный галоримлянин, внук Сидония Аполлинария, о котором я говорил в первых передачах и чьи письма цитировал. Так что, как видите, знатно галоримляне остались в администрации, только уже в королевской администрации. И прислуживали королям франков. Значит, сообщение было довольно красноречивым. Мы, может быть, сейчас хуже понимаем его смысл. Видимо, Арклотильде это было более понятно. Но, по всей видимости, что может значить кинжал, это ясно. А что могли значить ножницы? У мировинков была такая черта. В их семье длинные волосы обозначали принадлежность к королевскому роду. И вот можно так трактовать, что ножницы значит, что мальчикам остригут волосы и они перестанут быть королевского рода. Но есть другая трактовка, что это означало пострижение в монахе. Так или иначе, это утрата королевской власти. И Клотильда, она выбрала кинжал. В общем-то, лучше умереть принцами, чем жить простолюдинами. В общем-то, так и произошло. Тут же, в тот же день, Хлотарь, насколько я помню, он заколол двух мальчиков. А третий, да, он Теодебельда и Кунтера заколол. А вот младший, Хлотальд, он выжил, но он, по-моему, сейчас посмотрю. Да, он был пострижен в монахи. А королевство Хлотимира было между братьями, между, соответственно, Хлотарем и Хильдбертом поделено. Но при этом и Теодорих поучаствовал в разделе. То есть, в принципе, между тремя выжившими сыновьями Хлотвига был осуществлен новый передел. Теперь несколько слов о старшей ветви, о Теодорихе и его наследниках. Сам Теодорих, поскольку он правил на Востоке, он провел ряд кампаний против германцев, которые жили к Востоку от франков, против тюрингов. Из всех братьев он был наиболее таким деятельным, активным. Но он был старше, конечно же, остальных и умер существенно раньше их. Он умер или в 533, или в 534 годах. Наследовал ему сын Теодеберт. Он продолжил, в общем-то, мудрое правление своего отца, окружал себя знатными галоримлянами. Вот сохранились такие имена из его окружения, как Астериол, Секундин, Парфений. Парфений был, кстати говоря, внуком императора Авита. Теодеберт женился на знатной галоримлянке, тоже деотерии. Регулярно отправлял посольство в Константинополь. В общем-то, он был довольно ловким дипломатом и сыграл на противоречиях между Византийской империей и Астготами. А я напомню, что к 530 годам Юстинян начал проект по возвращению земель западных земель Римской империи. В том десятилетии Велизарий разгромил вандалов и уничтожил их королевства. Византийцы также высаживались на Эперийском полуострове и отвоевали часть земель у Вездготов. Но основные войны уже в 30-40-е годы 6 века шли в Италии между Византийской империей и Астготами. По итогу этих войн королевство Астготов было уничтожено. Так вот, обе стороны хотели заручиться поддержкой франков и в первую очередь Теодебртом. И Астготы даже уступили ему часть своих земель, а именно юг Прованса. Вот с тех пор юг Прованса вошел в королевство франков. А император, византийский император, признал эту уступку. И Теодебрт со своей армией вошел в Италию как третья сила. Вот что пишет историк Прокопий Кесарийский. Использовав то обстоятельство, что римляне и готы были заняты войной, для личного своего благополучия франки без всякой для себя опасности завладели сами теми местами, из-за которых шла война. Во власти готов осталось в Венецкой области только немного маленьких городков, а у римлян прибрежная область. Все же остальное подчинили себе франки. И, может быть, история сложилась бы по-другому, если бы франки закрепились в Северной Италии. Но Теодебрт умер достаточно еще не старым человеком в 548 или 547 годах. Наследовал ему маленький еще в то время сын Теодебрт, который как бы был наследником как франкской знати, так и галоримской знати. Но он, к сожалению, страдал какой-то сильной болезнью и умер совсем в молодом возрасте. Ему было 20 лет, умер в 555 году. И после него не осталось наследника. Таким образом, старшая ветвь мировингов пресеклась, а земли отошли Хлотарю. Что интересно, что в 555 году был жив также еще один сын Хлотвига, Хилдебрт. Но, тем не менее, Хлотарь все-таки получил основную часть наследия своего отца. Вернемся в 534 год. Хилдебрт и Хлотарь возобновили на тот момент войну с Бургундией. Тот же Теодебрт, сын Теодориха, к ним присоединился. Они дожали бургундов, окончательно их покорили и инкорпорировали Бургундию в состав франкского королевства. По поводу войн в Италии я уже говорил. Воевали франки также и с востготами. Они совершали походы в Испанию, но там успехов не добились. Хилдебрт умер в 558 году. У него не было наследников мужского пола. Таким образом, единственным королем франков стал Хлотарь. Последний оставшийся в живых сын Хлотвига. Но правил он единолично недолго. В 561 году он умер. А королевство было разделено, в свою очередь, между четырьмя его сыновьями, внуками Хлотвига. И интересно, что это произошло ровно через 50 лет после первого раздела в 511 году. У Хлотаря было четыре сына. Тоже от двух жен. Вот три старших. Это Хариберт. Он получил весь запад королевства. Также город Париж. Города Тур, Бордо, Тулуза. Это на карте подсвечено розовым цветом. Второй сын Гунтран. Он стал править Бургундией. А также землями в центре Галии. Это Орлеан и Бурж. На карте фиолетовый цвет. Сигиберт получил наследство Теодебальда. То есть, это земли репурианских франков, земли алиманов, завоеванные земли тюрингов. А также Оверн, которая еще Теодорихом была завоевана у Визготов. И юг Прованса, который Теодебард получил от Астготов. То есть, вот это наследие. Старшей ветви мировингов отошло Сигиберту. А вот младший сын, Хильперик, он был от другой жены Хлотаря. И, соответственно, ему достались такие вот объедки. На самом деле, это исконные земли солических франков на северо-востоке королевства. Вокруг Турне и небольшая область вокруг Суассона. На карте это обозначено желтым цветом. Но достаточно рано умер Хариберт, старший сын. В 567 году это произошло. У него не было сыновей. И королевство переделили три оставшихся в живых брата. И они переделили его, скажем так, более справедливо. Париж остался в совместном владении всех трех братьев. А Хильперик очень сильно увеличил свои владения. Он получил земли на юге Аквитании. И произошло интересное дальше событие. Дело в том, что Сигиберт был женат на дочери короля Вестготов Атанагильда на Брунгильде. А Хильперик, поскольку он получил земли, которые граничили с землями Вестготов на юге, он решил жениться на другой дочери этого же короля, на Голсвинте. Хильперик вообще был человеком таким достаточно нехорошим. Распутным, подлым, лживым. У него была жена уже до того Авдовера. У него была любовница, служанка Авдоверы Фредегонда. Эта Фредегонда, она интриговала против королевы. И способствовала тому, что Авдоверу Хильперик сослал в монастырь. И женился на Голсвинте. С Голсвинтой он прожил менее года, а затем ее задушил в 568 году. Вероятно, считается, что это Фредегонда его наусякала на то, чтобы он задушил свою жену. Напомню, что у Голсвинты была сестра Брунгильда. Брунгильда решила отомстить Хильперику и Фредегонде. И вот с этого времени началась знаменитая сорокалетняя война двух королев. Король Сегиберт, муж Голсвинты, двинул свои войска против Хильперика. Но третий брат Гунтран, который правил Бургундией, напомню, он выступил в роли миротворца. В общем-то, помирил братьев. Хильперик вынужден был уступить за убийство Голсвинты свою часть Аквитании. Но после заключения мира все помирились, а Хильперик напал на земли Сегиберта. Был разбит. Второй раз напал, опять был разбит. И вот так это происходило несколько раз. Пока наконец в 575 году настолько Хильперик своими постоянными нападениями достал, что Сегиберт пошел на него большой войной и осадил его в последнем городе его королевства. А армия Хильперика, она отказалась ему повиноваться, типа вот сколько можно такие подлости совершать. И армия перешла к Сегиберту. Казалось, Хильперику пришел конец. И вот в таком жесте отчаяния он нанимает двух убийц и подсылает к своему брату. И вот эти убийцы, они в момент торжества убивают Сегиберта. После этого армия, оставшись без предводителя, расходится. И Хильперик возвращает себе свои земли. Он занимает Париж. Он захватывает там Брунгильду с дочерьми и с королевской казной. Брунгильду он отпускает, казну он присваивает. Но у Сегиберта остался маленький сын Хильдеберт II. Вот Хильдеберта II поддержала знать той части королевства, которая была под управлением Сегиберта. А напомню, это земли репурианских франков, это земли алиманов. То есть это земли на востоке королевства. И они получили название Австразия. Австразия, вот корень Австра, это восток. То есть это, можно сказать, восточные земли. Австразийская знать поддержала Хильдеберта II, а его опекуном стал его дядя, король Бургундии Гунтран. Управлять же стала мать, то есть Брунгильда. И война продолжалась. Хильперик послал против австразийцев своего старшего сына Мировея. Куда он пошел? Он пошел на Уверн, потому что Уверн тоже принадлежала убитому Сегиберту и, соответственно, его сыну. Но затем произошло неожиданное событие. Вместо того, чтобы захватить земли, Мировей вернулся почему-то на север в Руан и женился на Брунгильде. Естественно, последовал конфликт с отцом. Мировей при неясных обстоятельствах погиб. А в 580 году также таинственно погиб и брат Мировея, второй сын Хильперика Хлодвиг. А вот что интересно, что и Мировей, и Хлодвиг происходили от первой жены, от Авдоверы. И вот существует версия, не лишенной оснований, что оба этих брата, они были убиты по научению Фредагонды. Потому что у Фредагонды был свой сын, которому она расчищала дорогу к престолу. Хильперик же в 582 году опять начал войну против Хильдеберта II. Хильдеберту пришел на помощь, соответственно, Гундрам. И они разгромили в очередной раз войска Хильперика. В 584 году, кстати говоря, у Хильперика рождается сын от Фредагонды, который его пережил, Хлотарь. И по какому-то странному совпадению в этом же году король был убит. И опять же есть очень серьезное основание, что, родив наконец наследника, Фредагонда избавилась от своего мужа. Хотя есть также версия, что это Брунгильда подослала убийц, чтобы отомстить за свою сестру Галсвинду. У Фредагонды, впрочем, был любовник Ландерих Франк. И считается, что есть такая же версия, что король Хильперик застал Фредагонду с любовником и в результате конфликта был убит. Ну, в любом случае, Фредагонда стала фактически правительницей королевства при своем маленьком сыне Хлотаре II. А в 587 году старый король Бургундии Гунтрам, у него уже к тому времени не осталось сыновей, которые были бы живы. Он заключает договор со своим племянником, с королем Австразии Хильдебертом II. Они заключили этот договор о разделе королевства, о разделе Галлии. Интересы маленького Хлотаря II были, конечно же, проигнорированы. Королевство было разделено между двумя, между дядей и племянником. Гунтрамну достали с территории, закрашенные розовым цветом, а Хильдеберту II – зеленым. А владения Хлотаря II, они помечены на карте желтым. Видите, что они очень незначительны. Пять лет правили совместно Гунтрам и Хильдеберт II. В 592 году Гунтрам умирает. И Хильдеберт II становится, соответственно, единоличным правителем практически всего Францкого королевства, за исключением части Хлотаря II. И правило, конечно же, очень большое влияние на молодого короля оказывала его мать Брунгильда. Казалось бы, что она победила в войне двух королев, но война, как оказалось, была не закончена. Значит, Хильдеберт не так долго прожил, только три года он правил этим объединенным королевством. В 595 году он умирает, сравнительно тоже не старым человеком. Королевство было разделено между его двумя сыновьями, совсем маленькими на то время. Это Теодеберт II, он получил Австразию и Теодорих II получил Бургондию. А Регеншей при обеих внуках стала Брунгильда. В 596 в следующем году умирает Фродегонда, а нет, Фродегонда еще не умирает, она умирает в 597 году. В 596 она, воспользовавшись смертью Хильдеберта II, решив, что остались два маленьких мальчика короля, вот сейчас-то я и урву кусок их территории. Переходят в наступление армия Хлотаря. По началу какие-то успехи они достигают, но все-таки силы не равны и бургундцы с австразийцами совместно наносят поражение Хлотарю II и Фродегонде. Фродегонда в следующем году умирает, Хлотарь II он в общем-то еще маленький и война прекращается на какое-то время, вот три года проходят мирно. В 1600 году объединенное войско Теодеберта II и Теодориха II переходят в наступление, они занимают все земли Хлотаря II до Британии, то есть в принципе всю его часть. Но, однако, не совсем лишают его власти, то есть остаются у Хлотаря II несколько графств, всего лишь такой маленький кусочек, а все остальное находится под контролем Брунгильды. Значит, Брунгильда, она опиралась на галоримскую знать, она происходила, как вы помните, из Испании, от Вестготов, с франками ее мало что связывало на самом деле. Галоримская знать была более сильна в Бургундии и совсем слаба в Австразии, где преобладали франки, но это исконные земли франков, соответственно. Франки Брунгильду не особо любили. В 1601 году Теодеберт II, старший из внуков, достигает совершеннолетия и под давлением знати изгоняет свою бабку из своей части королевства из Австразии. Начинает править самостоятельно. Но Брунгильда переезжает в Бургундию и хотя вот Теодорих II, он тоже вскоре достигает совершеннолетия, но тем не менее бургундская знать более романизированная, она находится под влиянием Брунгильды и Теодорих II тоже, в общем-то, прислушивается к бабке. Проходят еще 9 лет. В 1610 году Теодеберт II потребовал от брата уступить ему Эльзас. То есть вот проблема Эльзаса и Лотарингии начинается в 1610 году. До этого Эльзаса и Лотарингия по завещанию, ну Лотарингия тогда еще, в общем-то, названия такого не было, но эти земли по завещанию отходили Теодориху II. Австразийская, то есть германская часть, они потребовали и получили Эльзас впервые в 1610 году. Но в 1612 году Теодорих и бургунды решили все-таки по своему праву отвоевать эти земли. Они переходят в наступление, они действуют успешно, разбивают Теодорих II недалеко от Кёльна, захватывают его и его сына Мировея. Сыну было не более четырех лет. На тот момент и Теодорих II его убил, причем очень жестоко, то есть он размажил ему голову о камень. А Теодорих II, вот его судьба не до конца известна, но скорее всего его убили или сразу же, или спустя некоторое время Теодорих II стал править единолично. Но тут следует обратить внимание на такую деталь. Чтобы расправиться с братом, Теодорих II попросил помощи у Хлотаря II. И за это, вроде бы, пообещал Хлотарю II часть земель. Когда Теодорих II был разбит, Хлотарь, не дожидаясь, грубо говоря, милости, сам вводит свои войска и берет эти земли. А Теодорих, видимо, не собирался, на самом-то деле, делиться своими владениями. И поэтому он начинает готовить в следующем году, в 613 году, войну против Хлотаря II. Вот в ходе подготовки к этой войне король Теодорих II умирает. У него остаются четыре сына. Очень маленькие, опять же, старшему 11 лет, он еще несовершеннолетний. Регентшей становится Брунгильда, уже при своих правнуках. И вот Брунгильда готовит войну. Она с правнуками ведет армию. Но, напомню, что австразийская знать Брунгильду очень сильно не любила. Во главе этой знати стоял епископ Меца Арнульф и знатный Франк Пипин из Лондена. Вот эти два франка, они вступают в переговоры с майордомом Бургундии Варнахаром. А кто такой майордом? Вот мы сейчас впервые встречаемся с этим наименованием. Майордом это управляющий королевским творцом. Изначально еще в Римской империи такая должность была второстепенная. А вот при францких королях она стала первостепенной. Это фактически глава правительства. Вот этот майордом Варнахар, он, скажем так, возглавлял бургундов. И объединившись с австразийцами составили заговор против Брунгильды. Захватили ее и правнуков, трех правнуков, включая короля Сегберта Второго и выдали их Хлотарю. Таким образом Хлотарь победил фактически без боя. Оставшийся четвертый мальчик, четвертый брат, он сумел как-то бежать, но дальше его следы теряются. А трое же попавших в руки Хлотаря сыновей Теодориха Второго погибли. Причем вот король Сегберт Второй и его брат Корп, они были убиты сразу же, в тот же день, как были выданы. А вот младший брат Мировей, он еще несколько лет, по-видимому, оставался в живых, потому что он был крестным сыном Хлотаря Второго. И тот крестника, ну, вроде как бы не убил. Но его следы тоже теряются, поэтому то ли он умер в скорости, то ли его убили несколько лет спустя. А вот что стало с королевой Брунгильдой? К тому времени ей было 70 лет, то есть она была по тем временам очень уже старой. Она пережила мужа, она пережила детей, она пережила внуков, и вот правнуков ее убили. А ее саму три дня истязали, и вот что пишет летописец. Затем посадили на верблюда, провезли через воинский строй, привязали к хвосту необъезженного коня за волосы, за одну руку и за одну ногу. Конь поскакал, волочая ее по земле, ударяя ее копытами и ломая ей кости. Вот такой страшный конец был у вестготской принцессы Брунгильды, которая 40 лет вела войну, чтобы отомстить за свою сестру. В 613 году, таким образом, Хлотарь II стал единственным королем всех франков, а его линия единственная оставшейся линией мировингов. К тому времени у него родились сыновья, но вот о том, что стало с Хлотарем и его сыновьями, и дальнейшими мировингами, я расскажу в следующий раз. Спасибо вам за внимание. До свидания.